Мобильная игра, где используется образ бийского пенсионера, может стать поводом для судебных разборок. Вячеслав Степанович, получивший большую известность после своего высказывания о Ёлочке, думает обратиться в суд. Накануне наши коллеги из Бийска встретились с героем игры для смартфонов. На момент общения окончательного решения еще не было. Впрочем, непонятно, чего собственно и хочет добиться пенсионер. Кстати, бийские корреспонденты первыми показали ему, как выглядит приложение. Вячеслав Степанович, судя по реакции, ожидал немного другого. А, вон, а то я смотрю, где дети будут, вокруг Ёлочки. Ну, я как бы педагог-то. Я свое думаю. Спасибо, что подставил, что... Ой, я зайдем, не помню. Ёлочку украшать. Да. И потом здесь украшаешь ёлочку, и в конце ваше одобрение. Ёлочка, мне нравится. И такой вопрос. А много дорогов это играют. Приложение на свои смартфоны скачали чуть больше тысячи человек. Мобильная игра «Ёлочка без соли. Украсть ёлочку» вышла в прокат в конце января. Пользователю нужно нарядить зеленое дерево, преодолевая трудности и критику главного персонажа. Им выступает Вячеслав Степанович. В нашей съемочной группе пожилой человек заявил, что разрешения на использование его образа никто не спрашивал. Отметим, что мобильная игра не так популярна, как само видео. К примеру, только на канале Ютуб Бийского телевидения ролик посмотрели больше полутора миллионов человек. Неоднократно в информлентах появлялись новости о том, что мужчина намерен судиться с разработчиками. Однако никаких мер на момент разговора предпринято не было. Пенсионер ждал звонка своего знакомого из КГБ. Я должность не буду говорить его и звание. Я не из тех, кто ляпает языком. Как он мне утром скажет, мой человек, в КГБ, так я сделаю. Всё.